купили шортики это найки и от зары пола красавчик распаковка покупок зара смотрим новинки зары распаковка покупок будет в конце видео но сейчас расскажем сколько зарабатывают американские официанты друзья вы на канале interest in life с вами наташа и роза тройта и сегодня о жизни американской молодежи студенчество и работа вот как спешат на работу мне успевает дезодорант для обуви обувь машине рубашку и брюк нужно стирать каждый день обувь профессиональная вот как одеваются официанты американские эти туфли похожи на солдатские них удобно работать я видел там на упаковке написано work для работы но когда он приходит с работы час ночи носки у него мокрые показываем пиджак как выглядит официант итальянского ресторана кто-то хоть итальянцев работает в этом ресторане шеф-повар да а все остальные арабы и украинцы и русские вот как выглядит официант также этот пиджак покупал заплатил за него 56 долларов и бабочка и бабочка еще ну покажись такой красавчик сынуля так сколько может заработать официант в ресторане за одну смену от 200 до 500 долларов да какие типы самые большие давали ты получал 200 долларов да а какой билл они заплатили за этот стол что дали тебе 200 долларов сколько 1000 долларов а помнишь пятницу ты рассказывал что было про пауз пропал супруги сватовство он делает предложение девушки это арабы сколько они заплатили за стол 18 тысяч долларов а сколько типов оставили 3200 3200 да они снимали отдельный ресторан сколько человек было это еще не свадьба свадьба будет через два года вот так празднуют предложение руки и сердца арабы все типы которые тебе дают они все твои или вы делитесь с теми все твои да а как получают типы те кто работает на кухне не получает у них только зарплата ну чтож успехов студентик мой пока обувь порвалась вот как работает вот и смена вот и работа все порвали dance в общем на пост специальная подошва на работу специальные туфли покупают 50 долларов он заплатил за эти туфли у них такая твердая подошва и она не скользит чтобы официант не упал и написано видите на ваш work для работы мы море пол и slip resist обувь приобретает форму ноги мягкая подошва не скользкая чтобы не упасть и вот что должно быть обязательно в кармане каждого американского официанта вот смотрите ножичек и зажигалка но это не ножки открывалка для вина и именно вот такая и зажигалка для того чтобы зажигать свечи на тортах для именинников одежду обувь они приобретают и бабочку и вот такие принадлежности это их собственные они приобретают свои деньги но работал он официантом только на летнее время а так он студент одного из лучших университетов нашего штата мичиган на этой неделе у всех студентов начался учебный год поздравляю всех студентов с начала учебного года желаем хороших преподавателей ну и конечно прекрасных друзей ведь студенчество это самый яркий незабываемый период жизни вот так выглядит американское общежитие и комната в общежитии для студента артем куда едешь сколько раз занимаешься спорзале каждый день молодец вот так живет американская молодежь с работы спорзал или перед работой спорзал джим учеба тренажерный зал а также работа ну и конечно студенческие гуляния здесь мне кажется гулять покруче чем даже у нас сегодня артема уезжает забирает все свои вещи все забрал собой и так делают все студенты прощается соседкой также а между прочим свои годы училась этом же университете сборки им есть о чем поговорить ту платье сидя италия студенчество для них уже период самостоятельной жизни поэтому они забирают из дома все вещи и не удивляйтесь этом американцы все так делают я вам покажу как выезжают девчонки некоторых моих знакомых из дома учиться в общежитии вы увидите что они с собой забирают мы загрузили его машину полностью едем на учебу машину уже запаковали сумка вещи тумбочки одежда и багажник полностью полный все начинается учеба счастливого пути все да помахай всем вот столько вещей забирает с собой девчонка когда едет учиться представляете это список она себе распечатала что ей нужно взять с собой это первый курс в нее она поступила университетов мичиган также чаще всего студенты живут общежития первый второй курс а потом уже снимают или апартменты или снимают дом артема сейчас снимает дом и вот что берут потому что если ты приезжаешь в апартменты там уже нет мебели поэтому многие покупают еще мебель вот смотрите сколько всего забирают девчонки собой да когда они едут учиться кажется как будто они оставляют дом они оставляют свои клозеты полностью пустыми забирать все собой почему не знаю вот такая у них традиция американская это их первый этап самостоятельной жизни после учебы они уже также снимают дом они редко возвращаются домой купили шортики это найки а лула ламон и от зары пола красавчик распаковка покупок zara смотрим новинки zara одна футболочка другая пола такая футболочка она трикотажная стоит 39 50 долларов и такая же футболка эти какой материал бангладеши делает вот такая же футболочка артем у нас последнее время покупает все черные вещи не знаю мода такая у них или он любит так у него очень много друзей арабов оверсайз широкая и не очень длинная вот такая футболочка вот такой материал у нее такой же как у пола 3550 и мой любимый обер комби я когда артемка был поменьше мы всегда покупали ему вещи какие они нежные какие они мягкие легкие вот такое ходе черная какая же это мягкая ткань она просто как фланелька я даже не могу объяснить ну просто вот притрагиваешься и она как будто тебя тепло обволакивает амбер комби качество ну просто фантастическое и вот такая футболка она без рукавов такая спортивная маечка 35 долларов а сколько стоит ходим ходе стоит сейчас посмотрю а ходе стоит шесть два доллара шесть три доллара шесть два шесть три цента ну ламан шорты стоит 6 8 долларов все эти покупки за его счет поэтому и работает эти все покупки сын сделал себе к началу учебного года а работать он начал как и многие американцы 14 лет и это очень важно потому что тогда дети не буду делать лишних трат они знают цену денег посмотрим что заказал разрешил посмотрим вещи купил все черные он любит черный цвет я ему говорю и что-то белое посмотрим вижу что-то светленькое будут шортики материал как джинсики на резиночки и на завязочках манга дэш весов дизайн хорошенькие красивенькие такой материал джинсики такие мягкие легкие джинсики и кармашки сзади очень удобно так смотрим вторую кремовые такие брюки на манжетиках юра очень любит и артем также любит у нас такой старый классический стиль моих мужчин они любят вот такие с манжетами брюки и написано что если ты вот эту бережку снимешь то уже не вернешь товар очень красивые брючки кармашки здесь такие манжетики пояс на застежках и материал такой как хлопок это уже камбодия где только они делают лишь бы не платить налоги здесь серая такая футболочка без рукавов также софт дизайн это уже найден турки в турции сделано шорты и вот такие без рукавки он купил тренажерный зал красиво будет шортами светлыми вот такая серая футболка на темно-серая здесь очень красивая рубашечка летняя брюкам немножко темнее брюк очень красиво когда брюки темнели я даже больше люблю когда рубашка сорочка летняя немножко темнее когда теняет очень красивая такая классная сейчас посмотрим такой смотрит что я тут распаковываю вот такая рубашка на пуговичках летняя рубашечка она льняная очень красивая легкая мягкая такая нет кармашка вот жалко что нет кармашечка хотя мы рубашки не используешь карман главное что брюка и шортиках есть ну а здесь что-то черное но так он уже любит этот черный цвет наверное шорты сейчас посмотрю да это шортики черненькие и серенькие артем не любит длинный шорт он любит только короткие шорты американская молодежь шорта ходит круглый год получаю удовольствие от распаковок сына последнее время себе ничего не покупаю потому что ничего не нужно я даже не успела сносить все платья который заказал еще два года назад не знаю мало ходим теперь куда-то поэтому получаю удовольствие от распаковок для сына и мужа интересно и карточка на бесплатную еду в ресторане не буду показывать с той стороны потому что там сверху на карточке уже код выбит который можно использовать так что вот такой подарочек за заказ ну все идем домой ждешь уже ждешь конфеточку бакончика ждешь помыть его уже нужно правда купать тебя нужно друзья спасибо за просмотр надеюсь вам было интересно не забудьте поставить лайк и пишите что вам интересно узнать о жизни американской молодежи и студенческой жизни и мы вам расскажем ответим на ваши вопросы один семестр учебы в американском университете стоит от 20 тысяч долларов до 40 тысяч долларов зависимости от того какой университет и какие классы берет студент у артема scholarship на бесплатную учебу чем мы гордимся ну а пока до новой встречи